Сделано в ветке 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 В ветке Сделано 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 в ветке Вот он передавался при смене дежурства, а больше оружия не было. И ведь бывало, когда ночью совершится два происшествия, в течение ночи мы двое в ГАИ. Дежурный поможет. Два дежурителя на весь город? На весь город, двое. Если совершилось происшествие, дежурный выехал на оформление. Вот идет сигнал второй, снова происшествие. Тогда я ГАИ закрываю, через окно ухожу на улицу, в ВВД докладываю, что нас нет. Я поехал на второе происшествие. А если третий, не дай бог? Ну, нас не найти просто. Мы без связей. Расскажите, пожалуйста, какого рода ДТП, дорожные происшествия, на вашей памяти остались? Вот именно те 70-е причины ДТП в то время. Всех, наверное, не пересказать. Ну, вот то, что запомнилось. Я пересмотрел очень много и переносил... В том числе самых тяжелых, да, ДТП? И переносил трупов на плечи очень много. Ну, это, увы, неотъемлемая часть работы. Перевозил их на коляске, на мотоциклетной. Здесь же тогда их возили в морг, который на московской был. Вы, наверное, его и не знаете. Не припомню. Где сейчас плачечная вот, которая пытается все ремонтировать. Но одно из происшествий, даже два, которые запомнились, очень здорово. Это когда шел рейсов автобус с аэропорта, подъезжая к городу, у него на разрыв лопнуло правое переднее колесо. И он врезался в световой столб. А там ехал или с Литвы, или с Латвии, я сейчас точно не помню. Гражданин сюда к нам приехал за машиной. При нем была масса денег. За машиной покупать у нас здесь машину? Да, да, да. Подождите, вроде машин-то в свободной продаже уж так не было. Ну, вот так было. Или он договорился каким-то образом? Здесь покупали, потом продавали. Такой типа бизнеса в то время он был, производствовал. И когда мы приехали на происшествие, автобус, естественно, разворочен, есть человек, а головы нет. Боже мой. Ему голову оторвало, и уже с исследователем нашли ее в кювете, там, за несколько метров от места. Настолько серьезный был удар, что... Да, такой удар. И второе происшествие мне очень запомнилось, когда мы ночью работали по нему. Это было 7 марта, вот на день 8 марта. Накануне праздника, пожалуйста. Шел домой, видимо, там, ну, поддали где-то, так надо полагать. И он шел, выходил на улицу Щерса с поселка Мирного. А там дорога тогда не разгребалась, была страшная колея. Ехал за рулем пьяный на Урале. Урал-мотоцикл или машина? Машина Урал. Урал, большая, серьезная. Большая. И сбил этого пешехода, и продашил под переднюю балку, он ее расташил всего, вот, на протяжении, наверное, там, 300-400 метров. И так, он, видимо, заснул, и так машина пока не заглохла, он всю эту колею прошел, переехал улицу Щерса и ушел туда, в лес, пока не столкнулся с деревом. Машина там заглохла, вот только тогда она остановилась. Безумный случай, как бы. Этого мужчину мы собирали по дороге вот так. Ну, что-то от него собирали. Вот такие происшествия были серьезные. Еще происшествие, которое можно, наверное, вы слыхали, это был вот поворот у нас за рекой, когда погибли священники. А, известная история. Да, да, да. Вот тоже происшествие такое было серьезное. Эту машину, которую там разбили, я возил на нашем агитационном автобусе, прицеплялась площадкой, возил по городу. У меня было записано на магидафоне, как это происходило. То есть, вот велась пропагандистская работа по этим происшествиям. В настоящее время пропаганда, она вот часто использует такие трагедии все-таки уже. Ну, я знаю, что у стационарного поста, да, бывшего на советском тракте, там был установлен раскореженный автомобиль. Да, мы можем сказать, что, в принципе, такие вот автомобили, которые разбиты на трассах, они привлекают к себе внимание водителей, но надолго внимания их не хватает. То есть, человек проехал, увидел, притормозил какое-то время, то есть, у него ассоциативный ряд возник в голове, что надо сбавить скорость и так далее. Но проходит буквально два часа, и водитель забывает. Хотя и этих двух часов бывает достаточно иногда, чтобы попасть в какое-то тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Поэтому все способы пропаганды, все способы воздействия на сознание людей, безусловно, хороши. Ну, естественно, кроме запрещенных, которые мы не можем уже использовать и так далее. И разрабатываются специальные видеоролики, есть специальная программа. И, естественно, работа со взрослыми, с детьми отличается. У детей более мягко, больше позитива, какие-то игровые формы. На взрослых, на родителей мы стараемся воздействовать именно эмоционально, показывать, что может случиться в результате их халатности или беззалабертности и невнимательного отношения к правилам дорожного движения и к своим детям. То есть, пропаганда сейчас, она тоже изменилась. Даже вот за те 10 лет, которые я работаю в пропаганде, изменения произошли очень большие. Сейчас мы более активно работаем с интернетом, более активно работаем с радио. Группы в социальных сетях у вас есть, да? Да, обязательно. Социальные сети тоже стараемся подхватывать. Ну, и индивидуальную работу, то есть человек-человек, глядя в глаза, тоже никто не исключал, и она тоже продолжается. Михаил Иванович, а вот в то время, несколько десятилетий назад, основными причинами ДТП что было? Ну, сейчас, как известно, это превышение скорости. Основные причины были, это пьянство за рулем. Пьянство за рулем? Пьянство за рулем. Номер один причина. Да. Потом идет скорость, потом маневрирование, потом наезды на пешеходов. Вот примерно так. Ну, пьянство как? Вот мы, как бы, сегодня нам трудно представить, если взять сельскую местность, то трудно представить трезвого тракториста или водителя в деревне. Да почему трудно? В те времена. А, в те времена? Если там машина, водитель, он же там свой человек, без него как? Дрова привезти, это привезти, это отвезти. А расчет-то был какой? Да, расплата в виде, да. Брашка, лодка. Понятно, чего, да. Поэтому это была норма. В сельской местности, вы говорите? Да, больше, да. Ну и для города тоже? Для города это не исключение. Насколько часто пьяные за рулем попадались? Ежедневно. Ежедневно? Это всегда было по жизни. А одни и те же, например? Нет. Нет? Все разные люди? Одни и те же, а их немного таких, они тоже есть. И сегодня они есть, попадаются одни и те же, но их карают сегодня очень сильно. Ну, уголовная ответственность. Ну, а раньше было так, вот взять вот подсобное хозяйство у нас было, Авито, где парк тракторов, здесь же были свои поля, свой скот, они это все обрабатывали, кормили, поели и так далее. Задержал тракториста, директор бежит утром сам, потому что заберешь его, все встанет, ферма стоит, ну вот приходится там, и руководство выкручивается, как-то меры-то принимать надо, чтобы все жили, чтобы всем было хорошо. Поэтому пьянка была всегда. И это плохо, кстати. Что делаем? Ну, сейчас, мне кажется, это меньше уже происходит, намного меньше, и водители стали более дисциплированными, хотя все равно, в любом случае, пьяный за рулем не такая большая редкость и в нашем городе, и в нашем регионе. Сколько ежедневно по областному центру этого нетрезвого? Ну, примерно от трех до пяти водителей. От трех до пяти? Да. Ну, я хочу сказать, что на протяжении уже, ну, допустим, если взять последних трех лет, в городе Кирове количество пьяных аварий снижается, ну и на территории всей области. По вине пьяного водителя вы имеете в виду? Да, по вине пьяного водителя. Вот если взять даже показатели, например, погибших по вине пьяных водителей, то в 2014 году их было 10, по итогам вот первого полугодия 2017 года один погибший по вине пьяных водителей. То есть неуклонно, но снижается. Пусть может быть не такими быстрыми темпами, как бы хотелось, но все равно результаты работы есть. И люди становятся более дисциплинированы. Хотя, опять же, уголовная ответственность, которая предусмотрена у нас тоже ежемесячно. Мы смотрим вот эти списки водителей, которые повторно нарушили размещаемых в средствах массовой информации, и все равно они есть. Профессиональному празднику сотрудников ГИБДД посвящается. Профессиональный праздник будет 3 июля. Сегодня говорим об истории госавтоинспекции в нашем городе, в нашем регионе. Небольшая реклама у нас и продолжим. Сделано в ветке. Что представляла собой госавтоинспекция много лет назад у нас в студии Михаил Меньшиков, представитель Совета ветеранов ГИБДД Кировской области и Мария Шилеева, заместитель начальника отдела управления ГИБДД по нашему региону. Михаил Иванович, насколько серьезно правила дорожного движения в то время отличались? Или примерно все то же самое? Вот можете сказать, то, что сейчас есть, этого далеко не было? После 70-х годов, 40 лет назад, правила изменились очень здорово. Очень много внесено разных изменений. Информационных знаков добавилось очень много. И других знаков со всех систем. Правила просто стали очень даже сложные, я бы так сказал, по тем временам. Если вспомнить, когда у меня есть в музее правила там 50-х годов и прочих, там было вообще 19 дорожных знаков. Всего-то? Да. Они все вот на одной страничке помещались. А сегодня я даже назвать не могу вообще количество этих знаков. То есть правила стали более объемные, будем так говорить. И знаний надо уже водителям иметь больше, чем в те времена. Чтобы ориентироваться и в дорожной ситуации, но естественно изменился и поток транспорта. Поэтому, может быть, в связи с этими изменялись они. А сколько в те времена нужно было потратить времени, чтобы выучиться на права? Ну, я, допустим, учился... Но вы все равно знаете эту информацию. Я учился от военкомата, по линии военкомата. То мы учились полгода. Полгода. Тяжело было сдать на права. Как это вообще проходило? Сдать на права было. Если занимался, очень просто. Очень просто. Очень просто. Таких требований не было жестких, как все, не было никакой фигурки, там ничего не было. Просто было трогание с места. Движешься, там какое-то растяние, пока тебе команду не дадут, разворачиваешься, встал на место, сдал или не сдал. Ну, вот сейчас Мария в перерыве упомянула, что именно в нашем городе появилась впервые электронная машина, да, для того, чтобы принимать экзамены. Расскажите поподробнее. Вятка автомат. Вятка автомат. Нет, вятка 20. Вятка 20. Вятка автомат. Это как раз в 70-е годы научно-исследовательский центр, который находился в городе Кирове вместе с госавтоинспекцией Кировской области начали разработку такого аппарата, так скажем, прадедушки компьютера, на котором могли бы сдавать правила дорожного движения одновременно 20 человек. Разработки велись, и далее это все было представлено руководству Советского Союза. Другие разработки были предоставлены еще из нескольких регионов Советского Союза, но наш Вятка 20, этот аппарат, аппаратный комплекс был признан лучшим. И начиная с 70-х годов, практически до конца прошлого века, весь Советский Союз сдавал экзамены по правилам дорожного движения по нашему аппарату Вятка 20. Ну вот, отличился наш город, да, в этом отношении? Такой аппарат у меня находится в музее. В музее. В музее на Преображенской 84. Четыре. Четыре, да. Любой желающий, кстати, в музей-то сейчас может попасть? Да, любой желающий может посетить музей госавтоинспекции Кировской области. Единственное, что нужно предварительно нам позвонить. И чаще всего мы, конечно, принимаем групповые заявки. Вот экскурсии проводит как сам Михаил Иванович, так и сотрудники госавтоинспекции. Про техническое оснащение еще, Ваше, Михаил Иванович, хочется поговорить. Вот что появлялось, новинки, какие технические с течением лет? Ну, Вы сказали о том, что у Вас был жезл, изначально карандаш. Жезл, свисток и карандаш. И свисток, все. Что дальше-то было? Когда время шло, что-то внедрялось, что-то менялось. Вот когда пришла нам лампа фара, как мы ее называем, она тоже в музее есть, кстати, ее можно посмотреть. Опишите, это действительно лампа? Это лампа с лучом направленным, которая устанавливалась на боковом стекле автомобиля, подключалась к питанию и направлялся луч на движущийся транспорт. И если идет транспорт с превышением скорости на приборе, сразу стрелка показывает, с какой скоростью он движется. Если с превышением, там устанавливаешь какой режим, 60, 80, 90 скорость, разрешенно. Если он превышает, загорается красная лампа, она прямо моргает, и стрелка фиксирует. Ух ты! А на каком принципе основанно работает? Вот этот луч идет. Ну. Как эхолот, что ли? Да, луч идет. Мне кажется, замеряет расстояние и скорость, которая идет. Он обратно возвращает на прибор. А, понял. И показывает. Время и расстояние. А самое первое, когда мы начинали работать по скорости, это было... Подождите, а как потом водителю-то показать? Смотри, ты превысил. А ему не показывали, мы просто говорили, вот скорость такая-то. Не было вопросов. Ох, сейчас бы, да? А сейчас все подойдет и фиксация. Да ты мне докажи, да ты мне покажи. А первую скорость мы определяли, либо едешь за ним по спидометру, либо секундомером. Работали мы вдвоем. Вот стоит инспектор, допустим, в одной точке, второй в другой, допустим, 100 метров между нами расстояние. Вот он мне секундомер отключает, отмашку дает, включает секундомер. Я на той стороне, все, до меня водитель доезжает, я смотрю, сколько секунд прошло, и минута. Все, отмашку я даю, он смотрит, ага. Проехал 40 секунд, должен был ехать, допустим, минуту. Все, превышение скорости. Превышение скорости. Вот так измеряли. Ну, тут и известная формула, да, там, пульс, время, скорость, да. Ничего себе, и много было таких нарушающих скоростной режимы? Мы с секундомером работали немного, потому что это очень неудобно, и ведь сил-то не было, это сейчас побольше инспекторов. Сил в смысле кадров. Кадров, нас же было мало. Прямо сотрудников. А когда появилась лампа фара, уже стоишь на трассе, где-то угодно стоишь, она уже весь поток просматривает. Ну, как поток, по сравнению с современностью-то? Ну, да. Ну, так. Одна машинка, двери поработали немного, потом быстро появился барьер. Барьер это? Уже ручной, который фиксировал скорость и показывал ее водителям. Это примерно какой год? Это ближе к 80-м. Ближе к 80-м. Вот эти барьеры тоже. То есть электронная уже штука? Электронная штука. Я так навел. Получившее в народе название «ФЕМ». Ну, да, он похож. И все, водитель остановил его, смотришь, пожалуйста, Иван Иванович. Что за штрафы, кстати, были за превышение скорости? Штрафы были 10 рублей. Сейчас начинается все с 500 рублей. Сейчас все. В этом измерении я уже не ориентируюсь, даже сейчас. Там были все 3 рубля. Были же штрафные талоны еще. Талоны штрафные, которые были всегда при себе. Можно было штрафовать на 50 копеек, на рубль, на 3 рубля. Ну, у нас, Мария, сейчас, насколько я знаю, превышение скорости – это самое распространенное все-таки, да? Нарушение водителями. Да, самое распространенное. Но я хочу сказать, что у нас на территории Кировской области работают 144 комплекса фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения. Все они работают, в том числе, на установление скорости, на превышение водителями скорости. Вот. И в настоящее время ведутся переговоры. И до конца июля, наверное, будет установлено еще 16 комплексов. В областном центре или? В Кировской области. Это все в Кировской области, да. И у нас, значит, есть и стационарные комплексы, есть и мобильные, которые переставляются с места на место в зависимости от ситуации с аварийностью. Ну, понятно, что они работают у нас не только на скорости. Ряд еще работают на выезд на полосу встречного движения, на проезд на красный сигнал светофора, стоп-линию. Есть у нас Паркон, который фиксирует нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Ну, вот основные такие нарушения, которые могут привести к тяжелым автомобильным авариям. Ну, я знаю, что руководство страны, да, разрабатывается новая ГОСТа, и со временем список нарушений, фиксирующихся, как раз таки, в автоматическом режиме, он будет расширяться. Да, хотелось бы, чтобы на пешеходов это тоже как-то распространялось, у пешеходных переходов. Ну, кстати, в Москве тут скандал разгорелся, да, что мы вот эту камеру установили, которая следит за, пропускает или не пропускает водителей пешеходов. Что-то там сразу сказали, что она неправильно работает, ее потом отключили. Сейчас как там ситуация, не знаю. Не знаем пока тоже, но о том, чтобы фиксировать нарушения со стороны пешеходов, речь уже тоже идет. И идет уже даже в нашем регионе, поэтому посмотрим, как ситуация будет развиваться. Может быть, и на пешеходов тоже будут приходить штрафы какие-нибудь. А еще там пристегнут или не пристегнут в перспективе, чтобы камера выясняла. Ну, это в перспективе, да. А пока вот это грубое нарушение, которое является у нас причинами дорожно-транспортных происшествий. Сейчас у нас основная причина – это выезд на полосу встречного движения. Водители чаще всего, нарушающие это правило, попадают в дорожно-транспортные происшествия. И тяжесть последствий этих ДТП очень велика. На втором месте у нас идет скоростной режим. Далее маневрирование также точно, как говорил Михаил Иванович. Наезды на пешеходов тоже в этом же ракурсе идут. Но необходимо отметить, что все-таки, как и с пьяными водителями, год от года у нас количество ДТП все-таки снижается. Если сравнить, например, с десятилетней давности, то в 2006-2016 год, то количество автомобильных аварий, погибших и раненых у них людей сократилось в полтора раза. Михаил Иванович, есть желание тряхнуть стариной, выйти на улицу непосредственно? Я выхожу. Выходите? Выходите? Я выхожу с инспекторами, работаю, провожу также профилактическую работу. Не часто, конечно, но делаю. Выхожу на дорогу и с ребятишками. Смотрим, как, что к чему. Проводим различные мероприятия. И вот на День Победы, допустим, вручаем георгиевские ленточки водителям. Со мной рядом ребятишки. Все это мы делаем и сегодня. За советом обращаются? Не знаю, за рекомендации какой-то? Сегодня дать совет. Современные сотрудники. Современному инспектору дать совет я могу только какой? Чтобы вел себя достойно, культурно и соблюдал законность. Потому что методы работы совсем другие. Это только кажется со стороны, что инспектор сделал отмашку. В этом заключается все, что он выявил, остановил, принял какие-то меры. Нет, сегодня немножко все другое. Поэтому советы я даю. Они редко, конечно, просят этого. Но я иногда даю. То есть может стоить не так, может там обращаться не так. Вот на это обращаешь особое внимание. А так, в целом по транспорту, конечно, я со ними смотрю, выявляю и говорю. И принимаются меры конкретные. Несколько секунд остается буквально. Можете поздравить коллег воспользоваться возможностью. С профессиональным праздником. Днем ГИБДД. Я от всей души поздравляю в первую очередь, конечно, наших ветеранов всей области. С Днем Госавтоинспекции. Пожелать им крепкого здоровья на долгие годы. Чтобы все у них было хорошо. Чтобы мирное небо было над головой. Чтобы семьи приносили радость. Чтобы наши ветераны жили долго. Ну, а молодым сотрудникам, естественно, провести праздник. И продолжать работу. Работу ту, которой вы решили себя посвятить. Удачи вам во всех делах. Вас тоже с праздником. С наступающим. Спасибо. Спасибо. На этом завершается наша историческая программа. Сделано в Вятке. Всего доброго. До свидания. Сделано в Вятке. Субтитры подогнал «Симон»